Малый и средний бизнес поддерживать будут по-новому, а от субсидирования перейдут к возвратным инструментам поддержки. Например, льготное кредитование по ставке 8,5% годовых. До 10 миллионов малый бизнес может получить таким образом через банки-партнеры фонда. И поручительство по кредитам, когда областной фонд поддержки предпринимательства выступает поручителем на заемные средства для инвестирования в производство. И речь идет о суммах до 45 миллионов рублей. Однако субсидирование тоже остается, хотя перечень статей и сократится. Субсидии будут выделять в первую очередь на оборудование промышленных предприятий. Эта машина стоит порядка 3 миллионов евро. Часть средств на покупку заводу «Уником» выделил фонд поддержки предпринимательства. Это ротационно-ковочная машина, которая позволяет из трубы с тонкой стенкой путем ковки достигать максимального утолщения стенки до 42 миллиметров. Производство на заводе автоматизировано. Здесь многое делают роботы. Трудно поверить, но 14 лет назад здесь было картофельное поле и старое зернохранилище. Теперь завод, о продукции которого говорят, что она уникальна. А вот и пример. Эта установка по осушению бурового шлама разработана совместно с американской компанией. Ее используют при бурении сверхглубоких скважин на севере. Она выдерживает температуры до минус 60. Данная установка является уникальной в мире на сегодняшний день. В такой комплектации компоновки не производит никто. Алексей Солодовников когда-то работал на одном из первоуральских заводов, а потом решил начать свое дело. Весь процесс производства он знает на практике, как и каждый винтик своего оборудования. Данный узел поставляется из Италии. И вообще на самом деле здесь симбиоз очень много конфликтующих, как в России, так и за рубежом. На заводе работает 345 человек, а поначалу было только пятеро. И одна маленькая комнатка в ангаре. Тогда не было ни начальников, ни подчиненных. Каждый умел делать все. Прошло 14 лет. Теперь завод уником – преуспевающее предприятие. У нас производится более сотни различных видов продукции. Ну, если рассматривать, конечно, там не по большим сегментам, а конкретно по видам продукции. Всего, как мы делим для себя, два крупных сегмента. Это у нас нефтяное оборудование и оборудование, которое, ну, на подвижном составе, скажем так, технологические шасси. О них практически не слышно в Первоуральске, но их знают такие корпорации, как Роснефт, Люкоил и ТНК-БП. Каждое второе технологическое шасси в России – это продукция завода уником. Это история успеха всего лишь одного Первоуральского предприятия. Фонд поддержки предпринимательства дает каждому шанс создать свою историю успеха. О том, с чего начать, можно узнать у специалистов. 4 июня в 11 часов в центре занятости, в 103 кабинете, будет, ну, такого своего рода круглый стол и совещание, на которое мы приглашаем экспертов из областного фонда поддержки предпринимательства, которые расскажут о том, какие именно инструменты предлагаются предпринимателям, чем можно будет воспользоваться. Александра Поддубля, Владимир Махмутов, НТР-ТВ.